Продолжение следует... Большая разница в цене. Очередной рейд по аптекам провели представители краевой власти. То, что мы увидели, это сверхвызывающее, даже что касается жизненолажных препаратов. Неформальные фотографии Владимира Путина, редкие кадры московского фотокорреспондента, а теперь и в Гурнале. Ему удалось запечатлеть нашего президента таким, каким зрители его еще не видели. Добрый вечер. В студии Татьяна Голубева. Некоторые события уходящей недели мы сегодня обсудим вместе с художником Юлией Кикать. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте. Первый вопрос традиционный, который задаю всем о главном событии на этой уходящей неделе, вот лично для человека. Но я знаю, что открылась уже выставка в пятницу, да, у нас сегодня суббота, а выставка открылась в пятницу, которая называется «Белый танец». Может быть, это стало для вас главным событием? Ну да, мы готовились, конечно. У нас открылась эта выставка, параллельно у нас открылась выставка в Бандероле. У нас весной очень большое как раскрытие цветов, так и раскрытие выставок, новых талантов, новых имен. И подтверждение этому, конечно же, являются выставки для художника. Юль, ну а что там нового? Чем удивите? Ну, удивим тем, что у нас очень был жесткий выставком. У нас в этот раз было, так скажем, жесткий выставком, это когда отбор идет не на жизнь, а на смерть, так скажем, да. То есть, когда идет четкая позиция, что нет учебных работ, нет никаких-то там игрушечных потук на искусство, а нормальные работы, которые имеют место быть, да, которые рождены человеком уже осознанно, без руководителя, понимаете. То есть, обычно приносили студенты, два-три раза мазнул, за спиной педагог подсказал, значит, что-то там сделал, и он думает, что он просто великий мастер, просто гуру, просто у него уже надо учиться. И люди с таким пафосом на первом курсе приходят, собственно, на выставки, на краевые. А мы в свое время даже уже после окончания института, после окончания там не знаю чего, академии всяческих боялись даже подумать о выставках, о каких-то там личных или еще. Может быть, у нас было не такое большое там себелюбие какое-то. Ну, понятно. Ну, а вот какие работы будут? Что там? Цветы, я не знаю, портреты? Вот все ждали цветов и портретов, таких каких-то сладеньких. Но я вас уверяю, это будет сюрприз, потому что там есть жесткие вещи такие, интересная выставка, получается, грамотная. В общем, надо на выставку сходить, мы всех приглашаем. Просто сходите и посмотреть. Если бы убрать подписи, то можно было бы даже сказать, что это не женская выставка. Там одни женщины, но по маску-то не скажешь. Ну, понятно. Спасибо, обязательно сходим. Ну, а я продолжим. Краевая столица вошла в двадцатку городов страны по темпам развития жилищно-коммунального хозяйства и повышению благоустроенности. Накануне глава администрации Игорь Савинцев вернулся из Москвы с почетным дипломом Всероссийского конкурса «Самое благоустроенное поселение». Чем покорил жюри Барнаул, выяснял наш корреспондент Алексей Янкин. А говоримся сразу. С первопрестольной городом на Неве Барнаул не тягался. Не то, чтобы в столицах с благоустройством ЖКХ все идеально. Просто не та весовая категория. Успех Краевая столица снискала среди региональных центров. Критерии оценки, а их было больше 60, говорят о том, что признание пришло не случайно. На территории города в последнее время благоустройство развивается активно. Жители города могли наблюдать реконструкцию фонтана кинотеатра России. Также произошла реконструкция фонтана на площади Сахаров Георгия Исакова. Ежегодно жители нашего города могли наблюдать увеличение клумб на территории города. Немаловажный показатель – отсутствие несанкционированных свалок. Эксперты, оценившие Краевую столицу, остались довольны. Справиться со свалками Барнаулу удалось во многом благодаря ТОСам, а значит неравнодушным барнаульцам. Что касается несанкционированных свалок, я считаю, что этот вопрос у нас даже исчерпан уже на нашей территории. Если в частном секторе у нас таковые места были, мы их ликвидировали и сделали на этих местах детские площадки. В споре за почетный диплом Барнаул опередил такие города, как Воронеж, Владикавказ, Югра. Но расти Краевой столицы есть куда. Стать победителем всероссийского конкурса «Самое благоустроенное поселение» и забрать самый главный приз нашему городу все-таки не удалось. Ставрополь, Ульяновск и Белгород разделили между собой это звание, а также многомиллионный призовой фонд, который, кстати, наверняка потратят на благоустройство. Алексей Янкин, Александр Антропов, информационный канал «Город». Пока я готовилась к программе, почитала огромное количество комментариев к этой новости на информационных сайтах. И большая часть из них почему-то негативные. Ну и, конечно, если Барнаул сравнивать с Бийском, Рубцовском, то он гораздо более благоустроенный город. Другие, наоборот, писали о том, что вот переехали из Барнаула и поняли, как здесь было хорошо. Как вы считаете, заслуженно ли наш город попал в список лучших благоустройств? Ну, насчет заслуженно, я думаю, да, потому что он игрушечный для меня город. Он очень маленький, очень камерный, очень цветной, яркий. Если смотреть по углам, то можно, конечно же, откопать что-то, нарыть там. А когда в целом едешь, в целом проезжаешь по центральным улицам или там идешь, ласково оглядываешь все архитектурные моменты, да, постройки и так дальше, то почему бы и нет очень приятный город? Ну, а если в сравнении с другими городами? В сравнении с Новосибирском, ну, конечно, есть разница большая, огромная. То есть Новосибирск своеобразный город, но там есть две-три улочки, которых там любишь гулять, там Урицкого, Советская, там еще кое-где. А остальное там просто ужасно, склад архитектуры, объект. А самое любимое место в городе и почему? Барнаула? И по настроению. Просто это, я думаю, это ностальгия какая-то. По юности. Ну, понятно, спасибо. Мы продолжим. За месяц цена на жизненно важные лекарства в России подорожала почти на 3,5%. Чтобы не допустить критического роста стоимости препаратов, представители власти края проверяют аптеки на предмет завышения стоимости лекарств. Татьяна Гладкова отправилась в очередной рейд и готова рассказать, почему лечить болезнь – это дорогое удовольствие и зачем приходится вызывать в аптеку полицию. Редкий момент – очередь в аптеку. Эта сеть пользуется спросом, но не у клиентов, у проверяющих. Здесь цену на жизненно важные лекарства завышают в разы. Скажите, пожалуйста, сколько стоит у вас конкретный лекарственный препарат, который я хочу у вас купить? Можно эту информацию? Продавать лекарства отказались, цену не назвали. Не помог и документ, который разрешает устраивать подобные проверки. Поручение депутата Госдумы Толдойского края Александра Прокопьева. Заведующая аптеки отказывалась говорить до тех пор, пока не приехали сотрудники полиции. То, что мы увидели, это сверх вызывающее, даже что касается жизненно важных препаратов. То есть на 100 рублей, на 200 рублей цена была увеличена по сравнению с прошлым годом. Теперь будем разбираться, почему в одной аптеке тот же самый препарат, стоимость увеличилась на 20 рублей, а почему здесь на 100 рублей. 100 рублей это минимум. Некоторые препараты сейчас стоят в два раза дороже. Вот уж действительно, здоровье не купишь. Просто не на что. Впрочем, выход есть. Муниципальные аптеки. Специалисты заверяют, что там цены значительно ниже. Чтобы узнать, сколько стоят жизненно важные лекарства в еще одной известной коммерческой аптечной сети, мы позвонили по телефону. Сэкономили время и нервы. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сколько у вас стоит препарат Кагоцелл, Ингаверин? Кагоцелл 10 таблеток, 236,50. Ингаверин 7 капсул, 486,50. Согласно государственному реестру, это лекарство должно быть примерно на 100 рублей дешевле. Похоже, эти цены не поддаются лечению. Здесь не понимают, что завышать стоимость невыгодно, потому что дальше в ход пойдет шоковая терапия. То, что доктор прописал. Даже если аптека превысила цену на жизненно необходимые важнейшие лекарственные препараты, цену хотя бы на копейку, штаб ожидает в таком случае аптеку 30, а то и 40 тысяч. Все сведения о нарушениях будут переданы в прокуратуру и Минздрав России. Кстати, вы тоже можете сообщить о нарушениях. Просто позвонить на телефон горячей линии управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю. Вот по этим номерам телефона. Татьяна Гладкова, Александр Морозов, информационный канал «Город». Ну, тему кризиса сейчас обсуждают и на всех федеральных каналах. Естественно, и подорожало все, и в аптеках подорожало, и на рынках подорожало, и в магазинах в том числе. Хотела спросить, вот что касается художников, коснулся ли людей, рисующих кризис? Может быть, стали меньше покупать работы? Может быть, кисти подорожали, краски, не знаю, как это все происходит. Ну, конечно, коснулся, подорожало, краски подорожали, все подорожало. Ну, намного? То есть это серьезно как-то? Ну, процентов 20 подорожало, но дело в том, что сейчас в основном идет упор все равно на мастер-классы, на какое-то обучение на момент. Либо человек эксклюзивно заказывает большую работу и надолго, и он окупает, тем самым 10 лет, так скажем, вкладывает. Либо он, наоборот, на очень дешевых каких-то этюдах, на очень хорошем оформлении выигрывает. Ну, то есть нельзя сказать, что вот прям совсем все плохо и сидите сейчас без работы? Да почему? Все точно так же, как и было. Просто в кризис все обнажается. Просто говорят, вот на развлечениях стали экономить, может быть, и на предметах искусства. На предметах искусства стали делать как бы меньше, но качественнее. Просто выжимать из человека, который его обслуживает, допустим, какого-то, да, либо праздник, либо еще что-то. Ну, не 100%, а 150%. Ну, то есть любой человек, в том числе и художник, может приспособиться к любой жизненной ситуации. Спасибо. От 500 рублей до 2000 увеличилась ежемесячная оплата в частных детских садах Барнаула. Напомним, в муниципальных она стала выше на 150 рублей еще с 1 февраля, и теперь составляет 1650. Об этом и не только расскажет Ольга Калачева в обзоре. По данным городского комитета по образованию, сейчас в Барнауле 50 частных дошкольных учреждений. Среднемесячная стоимость пребывания ребенка в таком центре развития – порядка 10 тысяч рублей. Увеличение цены, не скрывая участники, для некоторых из них может обернуться крахом. На фоне кризиса многие родители не смогут позволить себе водить ребенка в частный детский сад. Мы идем на уступки, и даже когда родители не могут оплатить всю сумму, мы некоторое время ждем, потому что мы понимаем, что такая ситуация сложилась трудная. В Алтайском крае продолжается подготовка медицинских специалистов для нового перинатального центра. В Нагорной части Барнаула его обещают открыть в 2016 году. Ежегодно здесь будут появляться на свет до 5,5 тысяч юных жителей края. Чтобы свести на нет все возможные осложнения у будущей мамы и малыша, алтайские акушерогинекологи усиленно повышают свою квалификацию. В двух школах Барнаула Алтайский государственный университет открывает профильные классы. В 129-м лицее – физико-математический, а в 86-м лицее – химико-физический и биологический. Никаких специальных экзаменов сдавать не нужно, говорят в классическом. Но в ВУЗе надеются, что в профильные классы все-таки придут хорошисты и отличники учебы. Занятия начнутся с 1 сентября. Ольга Калачева, информационный канал «Город». Сейчас мы говорили о том, что профильные классы, ВУЗы в разных школах города, чтобы дети были более, так сказать, приспособлены к поступлению. В связи с этим хотелось спросить, что касается юных художников, много ли сейчас желающих заняться этой профессией? Вот хотелось бы на самом деле обратить на это внимание, что чем серьезнее в кризисе происходят какие-то различные финансовые моменты, то есть обострение, нету еще что-то проблематичное, то в искусстве наоборот детей все больше и больше. То есть это как бы некая палочка-выручалочка, которая отвлекает людей от забот, ребенок уходит от стресса внутрь своей работы, да. И педагоги, они, получается, больше развлекают его, как бы отвлекают, не такие хмурые, так скажем, настроения у детей происходят. Да, это есть лакмусовая бумажка общества, так скажем. Ну а вот что касается профессиональной, я так понимаю, что это досуг такой, да, сейчас пока они учатся, они там рисуют что-то. А есть ли желание дальше продолжить обучение, вот стать профессиональным художником? Хочу сказать одну очень правильную фразу, которую сказал мой еще педагог, двойно Степан Кузьмич, он сказал, семена, которым положено, взойдут. То есть смысл в том, что сколько бы во все времена было то же самое, одинаково. То есть поступление, вырастание, становление и так дальше, но становятся профессионалами ровно столько, сколько потребно самому такому внутреннему обществу, развитию внутреннего общества. Больше-меньше не будет. Ну понятно, то есть таланты есть, и вот те, кто должен стать талантливым художником, о них мы еще услышим. Все это, да, абсолютно. Спасибо, Юль. А сейчас обзор событий культуры. Елена Кузовкина напомнит о снежном джазе, источнике вдохновения Саврасова и неформальном Путине. Давайте посмотрим. Снежный джаз вновь звучал в Барнауле. В Краевой филармонии состоялся ежегодный музыкальный фестиваль. На этот раз участие в нем приняло шесть коллективов. Из приезжих джазмены Новосибирска и саксофонисты с Финляндии. Концерт рассчитан на два с половиной часа. По мнению организаторов, этого вполне достаточно и для зрителей, и для исполнителей. Очередной джазовый праздник состоится ближе к лету. В рамках городского фестиваля творчества «Барнаульская весна». В художественном музее показали вечный источник вдохновения Саврасова. Это четыре картины. Кстати, многих посетителей интересует вопрос, а подлинники ли это? Сотрудники с уверенностью утверждают, что да. Небольшую персональную выставку посвятили 185-летию со дня рождения известного русского живописца. Дополнили экспозицию любопытными материалами, рассказывающими о творческом пути художника и реставрации полотен. Таким его не показывают в новостях. Уникальные кадры о жизни президента Владимира Путина много лет собирал фотокорреспондент Александр Астафьев. Экспозиция уже побывала в городах России, а также в Англии, Германии, Испании и других европейских странах. Организаторы признаются, что везде ее встречали с нескрываемым интересом. Сейчас выставка «Неформальный Путин» работает в галерее Турина-гора. Елена Кузовкина, информационный канал «Город». Юль, ну вот вы перед началом программы мне уже сказали, что на выставке на этой были. И вот ваше впечатление хотелось бы узнать. Ну, вообще я как бы очень люблю позицию искусства и власть. Мне очень это, во-первых, интересует, забавляет с одной стороны, с другой стороны. Я к этому отношусь серьезно. И всегда во все времена отражение людей искусства, фото или так. Это все останется в веках, это в истории, это очень интересно, это любопытно. Вот сейчас, может быть, это кому-то так пройтись, увидеть лишний раз, что да, наш президент такой разносторонний, такой душечка-лапочка-обаяшечка. Потому что он на самом деле обаятельно выглядит всегда в кадре. Ну да, согласна. И всегда такой прям супермен. Супермен, да. Путин может все, что угодно. Серьезно, да. И поэтому через 10 лет, через 20 лет, через 30 лет это будет интересно. Сейчас пока это просто любопытно. А вот было еще что-то, вот помимо этой выставки, может быть, я не знаю, на днях или на неделе, что поразило воображение столь же или нет? Ой, ну нет, я все время поражаюсь моему любимому Евгению Гришковцу. И я все время что-нибудь либо перечитываю, либо смотрю, либо спектакли, либо в интернете. В общем, я люблю вот это, вот монообщение с людьми, как будто ты режиссер сам. Вот это похоже, как художник искусства и все, что связано с этим, с позицией общения. Ну понятно, я поняла. А теперь мы приходим к спорту. Волейболисты переводят дух после выездного полуфинала, готовясь к домашнему. Баскетболисты на небывалом кураже победили третий раз подряд. Не только об этом Юрий Борлис. Казань не взяли, шутят в команде. Волейболисты тренируются в усиленном режиме дважды в день, ведь начиная с 10 марта университету предстоит перед своими болельщиками не оплошать. На первом полуфинальном туре в Татарстане универ потерял очки в двух встречах. 3-2 обыграли Стерлитамак и 1-3 получили от Казанской команды Академия, выставившей двух игроков знаменитого «Зенита». Алтайбаскет в синей форме. Весь матч в Ижевске владел преимуществом над командой «Купол-Родники». Львяную долю очков наши набрали благодаря точным попаданиям с дальней дистанции. Александров и Пушкин принесли барнаульцам 17 и 13 очков. Самым результативным стал Владимир Шевель, 22. Победа Алтайбаскета 95-88. Завтра играют в Перми с лидером Суперлиги. Открытый чемпионат Алтайского края по художественной гимнастике. Больше всего призерок здесь и чемпионок подготовила США «Жемчужина Алтая», проводившая турнир. В своих возрастных группах выиграли Помогаева, Жуковская, Плотникова. А также достаточно медалисток и у краевой спортшколы. Спасибо тренерам, воспитывающим девчонок как личности, как спортсменок. Правда, все чаще встречаются дети, не терпящие критики в свой адрес, что существенно замедляет их развитие, если вообще не сводит на ноль. Сейчас все достаточно, немножко так поменялось, поэтому педагог уже получается как обслуживающий персонал, что в школах, что в детских садах, что и в спорте. Поэтому все знают свои провалы, забывают про свои обязанности. Юрий Борлис, Александр Антропов, информационный канал «Город». Художественная гимнастика – очень красивый вид спорта, такие красивые девушки, изящные. А вот больше по душе такие виды спорта или, может быть, что-то пожестче? Вообще я весь спорт обожаю, просто люблю, потому что здесь дух, соперничество, опять же, лидерство, опять же, позиции вот такие, борьба – это все спорт, это неотъемлемо. Я люблю хоккей, очень сильно люблю бокс, вообще люблю все виды спорта, и красивые, изящные тоже. Ну а вот сама-то когда-нибудь занималась, удавалась? Удавалась, вопреки всему удавалась, занималась. Даже имела свой значок «ГТО». Даже так? Вот сейчас, кстати, много говорят о том, что будут сдавать «ГТО» нормы. Это интересно, это интересно. А какой? Там золотой, серебряный? Нет, нет, у меня просто были нормы «ГТО», я понимала, что это хорошо. Никакого мастера у меня не было, но я занималась в свое время фитнесом. А сейчас не получается, да? Просто времени нет? Конечно. Или все-таки лень? Нет, не лень, просто в силу обстоятельств. Ну понятно. Ну, Юля, заключительный вопрос, традиционный, тоже ваши планы на следующую неделю. Там, конечно, 8 марта, но, может быть, что-то еще? Ну, я не знаю, расскажи свои планы Богу, он посмеется над тобой. Ну, тут мы зрителям немножечко расскажем. Хочу просто весна все-таки позаниматься, может быть, на пленэр. Ну, вообще, у меня мастер-классы, и всех жду в галерее Бандероль. Приходите, будем общаться. А 8 марта как вы обычно отмечаете? 8 марта всегда в кругу семьи. Кругу семьи? Всегда в кругу семьи, да, и как-то так с мамой, в теплой компании. Готовите уже, наверное, какие-то подарки маме? Да, цветы в основном. Цветы в основном. А бывает такое, что вот вы ей, может быть, какую-то картину? Ну, у нее все в картинах, поэтому слишком много, это уже приторно, я думаю. Уже не удивишь ее этим? Нет, всегда удивляется, молодец. Да? Я больше люблю работы своего племянника. У меня Влад, он делает такие потрясающие вещи. Он тоже художник? Он внутри художник, я думаю, он внутренний какой-то очень архитектурный человек. А какие? Вот мне просто любопытно, что он рисует? У него пластика, он очень интересно мыслит, он внутренний архитектор, он создает какие-то необычные композиции в листе. Я люблю вот его самодельные работы. Он вышивает, он вышивает такие потрясающие вещи. То есть я восторгаюсь с ребенком. А ему сколько? Ну, ему 10 лет скоро. Ой, ну так это еще все впереди у него. А тетя помогает? Нет, я смотрю, я учусь. О, вообще здорово. Ладно, Юль, большое спасибо. Я не буду, ну хотя нет, наверное, поздравлю вас с весной все-таки. Спасибо. У нас вот завтра уже 1 марта и весна. И я думаю, что чтобы вы так же цвели, хорошели, новых вам творческих каких-то успехов, замыслов, чтобы они все реализовались. Спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо вам. Добро. Да, спасибо. А я напоминаю, что гостем нашей студии была художник Юлия Кикоть. Прощаюсь с вами на неделю. Увидимся прямо накануне Международного женского дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова